Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мой молодой человек, с которым мы уже два года вместе, вспоминает свою бывшую. Делает это не так часто, но в момент общения с кем-то может затронуть тему их прошлого совместной жизни. О том, как собирался мебель в квартиру, как это было трудно, но очень интересно. Частенько говорит о том, что она ему изменила и какая она нехорошая. К слову, расстались они за полгода до наших отношений, сильно заделая то, что бывшего вызывает у него много ассоциаций с музыкой. Конечно, он говорит, как ему неприятно ее слушать. Но значит ли это, что человек до сих пор не отпустил предыдущие отношения? Ведь я всегда знаю, что его долгие разговоры приводят к этой теме, не со мной. Ревную ли я? Нет. Просто безумно обидно, что будучи в новых здоровых отношениях, он эмоционально вспоминает о ней. Возможно, меня задевает это из-за того, что моя позиция другая. Если я люблю нового человека, с кем мне хорошо, то даже время себе не оставляю на то, чтобы обсуждать с кем-то прошлое. Пусть даже в негативном ключе. Лишь выношу из отношений опыт и закрываю этот этап в своей жизни. Не могли бы вы мне объяснить, проанализировать ситуацию и почему он продолжает это делать? Стоит ли бежать, волноваться или заводить разговоры об этом? Смотрите. Вот вы, ну, говоря о таких вещах, вот, ну, в смысле, говоря о том, что вас, вас беспокоит, говоря о том, что вас тревожит, а говоря о том, что, о, ну, что вас задевает, вы почему-то не раскрываете этой, так скажем, темы. То есть, почему вам обидно? Ну, в смысле, как обида появляется, что вам обидно именно? Если вас задевает, если вас задевает, ну, что-то, как-то, чем-то, то, на мой взгляд, неплохо было бы, посмотреть, посмотреть, как именно вас это задевает. Да. Чем именно вас это задевает? это задевает. Потому что у молодого человека история может быть своя. И то, что он, например, не завершил эмоционально отношения как бы вот с своей, ну, бывшей, вот, девочкой, например. Да-да. Это, в общем и целом, не означает, что он как-то вот плохо от нас такова, или что он вас не любит, например. Но если вас это задевает, вот, если вас это привозит, если вас это беспокоит, то вам нужно в целом с этим, как мне кажется, поработать. то есть именно, именно вот как-то спросить себя, чем меня это выдевает. Как меня это выдевает? Да? Вот. И дальше уже дальше уже смотреть. на то, как вы можете в этой вот ситуации действовать. Вот. Смотреть, что вы можете подкорректировать в себе, например. Ну, то есть, вот вы говорите, допустим, вот, вы говорите, что, к примеру, вот, вы говорите, что вам без меня обидно. Ну, так вот, и постарайтесь сделать выводы. Вам же не просто обидно, вот, а, что-то вас напрягает в этом. Вот. То есть, нужно этот этот момент для себя поиследует. Вот. А то вы, получается, как-то сами себе как-будто бы протверить, вот, говорить, что вы это делаете, вот. А сами пытаетесь человека понять, сами пытаетесь мужчину понять, вот. при этом, при этом, в общем и целом, да, как-бы, ну, о твоих, вот, чувствах, вот. Ну, вот. Как оно конкретно. Ага, вы не говорите здесь. Понимаете, да? Вот это то, на что можно обратить ваше внимание. По крайней мере, мы здесь. Вот, ну, в контексте того, о чём вы говорите. Вот. Как правило, это неуверенность в себе. Как правило, это основной страх и тревога. Да? Какой основной страх и какая основная может быть тревога? Основной страх и тревога могут быть следующим. Следующим. я никогда не стану для него той, кем была вот она. Вот это вот. Ну, его девочка. Он всегда думает о ней, к примеру, тот же момент. Хм. нет. Вот такая штука. Поэтому здесь всё-таки вы как-то вот в себе на мой взгляд не уверены. вот и как-то вот где-то в глубине души свои ценности вы сомневаетесь. как мне кажется. Конечно. Вот. Конечно, я могу ошибаться. Конечно, я могу быть не брать, но видится мне эта ситуация именно такой. Именно так мне эта ситуация видится. почему молодой человек разговаривает о ней? Почему? Незавершенность гестальта здесь имеет место быть. То есть, он эмоционально незавершивый год. некоторое взаимодействие с ней в отношениях. вот такое в принципе бывает к сожалению. вот и если он например видит в этом проблему для себя то он может обратиться за помощью и ему помогут. Вот. то есть тут как бы ну вот сложности особой как мне кажется быть не может. что делать в этой ситуации вам? на мой взгляд самым лучшим решением могло бы быть исследование ваших собственных переживаний вот для того чтобы лучше понимать что допустим вы чувствуете и про что вот ваши эмоции про что ваши переживания о чем они в данном случае вот и э так скажем если это для вас возможно вот то донесение до молодого человека их то есть вы действительно до молодого человека того что вас волнует того что вас беспокоит вот того о чем вы переживаете и так далее вот понимаете о чем я поговорил сейчас вы просто говорите о том что вам обидно что вас удивляет но как бы вот конкретики к сожалению нет а без конкретики ну довольно сложно вам будет разговаривать с мужчиной например поэтому я бы рекомендовал да ну вот несколько поиследовать себя да и свои подоживания вот и что для вас это все значит потому что ну на мой взгляд не просто так вы сами сами там как будто бы ну не можете решить что вы хотите делать то есть вот либо бежать да ну вам хочется либо бежать либо там разговаривать то есть вот вы вот не можете определиться с этим вот это некоторое недоверие себе вот а что еще здесь может может быть ну во возможность о возможность я бы сказал вот возможность или наоборот сделать невозможность для вас допустим ну допустим отдаваться партнеру то есть вот как-то вот ну здесь можно вести речь например про доверие то есть вот что такое доверие да в данном случае вот это возможность возможность обноваться обноваться партнеру то есть ну уверять в какой-то степени да ему себя вот ну это совсем не так вот просто сделать на самом деле вот потому что это и страшно бывает довольно довольно ощутимо это бывает страшно это тревожно и в общем редко когда человек может это сделать ну без каких-то мыслей вот по типу того там да что будет вот если я там доверюсь как бы ну например вот поэтому то что вы делаете выводы безусловно хорошо но помимо выводов на мой взгляд очень важно чтобы вы еще и как бы доверяли своим чувствам вот и чтобы отслеживали и помещали их и как раз таки анализировали вот а не интересовались почему он продолжает это делать фактически ваш вопрос он неэтичный потому что вы предлагаете нам поговорить про третье лицо про вашего молодого человека а он об этом то в общем не просил как бы он об этом в целом не просил и это вот как раз может быть такой же существенной проблемой да вот а это вопрос доверия между вами то есть насколько допустим хорошо вы например и ваш мужчина например забираете друг другу вот например это очень важный момент он поможет справа опять таки чем больше поверить тем больше открыто тем больше возможности прожить боль вот вы же ждете от своего мужчины он будет делать так же как вы но все лидеральные и по разуму проживает боль к сожалению или к счастью вот и как то его позиция принять вашу позицию а вот вопрос как почему чем да вот это очень такой вот важный как мне кажется момент для вас то есть как будто бы вы здесь вот боретесь и с ним и с его девушкой вот ну как бы класси классическая история она больше про то что вы боитесь что вас как сказал мой коллега что вас бросит вы боитесь в одиночестве боитесь быть брошен вот ну как бы это нужно разбирать потому что проблема действительно не обязательно нас тянется из детства но она системна она системна вот как системна вероятно является ваш выбор партнера в принципе такого вот который имеет определенный багаж вот ну то есть понятно что багаж имеют всех каждый из нас но в общем в случае этот багаж вот вам неприятен по поводу того что вам делать тоже интересно почему вы об этом спрашиваете как бы вашу жизнь вам решать вот я не думаю что мы можем просто говорить вам об этом вот не думаю что мы можем говорить о том как вам себя вести и так далее вот но суть как бы заключается в следующем на мой взгляд вот вы первый раз это самый первый раз столкнулись с этим ну с этим обстоятельством да что вот молодой человек там говорит о своем бывшем вот вот то что вы почувствовали то что вы ощутили ему нужно выразить было этого не сделали теперь это у вас превращается в обиду там злость и так далее вот спросите себя почему не сделали чего побояли чего испугали что сейчас начать прислушиваться к себе и выразить молодому человеку просто как бы свое отношение заботы вместе с тем тепло вместе с тем вернуть с тем но в то же время и некую защиту своих интересов это нормально некоторые границы вот знаете в купе с важными ценностями которые у вас тоже есть но которые стоят немножко по удар немножко на стороне немножко так сказать сторонки от того что происходит вот какая то вот такая история в принципе на этом можно закончить идеальным вариантом было бы обращение вас обоих к семейному психологу и соответственно помощи вам проработки навыков коммуникации более лучших чем те что у вас есть сейчас потому что очевидно что молодой человек от вас в тот момент как бы ну если не скрывает откровенно то стыдится его вот вы тоже себя как-то зажимаете это первое второе это уже проработка ваших личных проблем в вашем случае это тревожность по поводу того что вас могут бросить некоторые неуверенны в себе вот сложность столкновения с позицией да отличная от вашей а молодому человеку помощь в завершении прошлых отношений ну вот знаете какая штука а сейчас это вот больше моя такая гипотеза но мне кажется что молодой человек вот судя по вашему описанию он искал в женщине своего рода эм не знал маму вот а вы как будто бы ищите в мужчине хоть некую такую прямо стабильность опору как будто бы опса я понимаю что звучит это несколько так шаблонно вот я не претендую на истину но сложность коммуникации то есть почему вот людям иногда довольно сложно бывает коммуницировать друг с другом сложность коммуникации заключается в том что человек видя перед собой другого человека общается с ним как если бы он общался например с кем-то другим получается что общение такое перекручено мы не общаемся непосредственно с теми людьми с которыми мы находимся в одном помещении вот и так далее в одной постели иногда и так далее то есть это вот проблема коммуникации в данном случае ее необходимо раскрыть чтобы общались непосредственно друг с другом а не с кем-то с кем-то понимаете и при этом учились как бы выражать и при необходимости отстаивать свои личные границы на этом все надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой желаю вам всего самого доброго и удачи